Друзья, всем привет! Сегодня у меня необычный день. Я начал изучение города Мардин в составе научной экспедиции. Меня пригласили любезно. Вот мне дали вот такой вот бейджик. И, в общем, мы катаемся на автобусе на большом с гидом, и нам всё рассказывают. Значит, первая наша остановка — это древний город Дара. Это гробницы типа как гипетские всякие разные пирамиды. То есть люди умирали, и их здесь оставляли, ну, погребали, так сказать, со всякими разными драгоценностями и всяким таким подобным. То есть это некрополис, и, в общем, это гробницы. Вот здесь на первом этаже есть. На втором этаже есть многоэтажные гробницы. Пятый-шестой век. То есть это прям такой комплекс у них здесь целый, гигантский, большой, погребальный. Да, здесь можно увидеть прям похоже на могилы, и такие гробницы крышками закрывались. Аллах, аллах, аллах. Обращаю ваше внимание, гигантская гробница, очень большая, трёхэтажная. То есть в трёх уровнях она находится. Вот мы на первом уровне, на самом высоком стоим. Там ещё есть ниже, ниже. Ещё есть вот такое типа подвального помещения. А там кости человеческие до сих пор лежат. И их здесь очень много. Когда проводили раскопки, было очень много найдено. И извлечено отсюда человеческих именно костей. Видите, как это здесь всё лесенка даже есть. Спускаться туда нельзя. Это гробница гигантская. Прям какая-то такая массовая, массовое захоронение. Очень любопытно. И это всё целиком в скале вырезано. Я даже не знаю, сколько здесь кубометров. Примерно, наверное, 30 на 30 метров. И высота около 10 метров. Птички сидят, кайфуют. Во время раскопок находили очень много разных ценностей. Золотых всяких разных украшений. Там в зубы вставляли всякие разные драгоценности золотые. Потому что они верили, что будет какой-то мост. И надо будет за проход в город живых заплатить, оплатить. И плюс ко всему, они ещё верили в перерождение домашних животных. Захоронение там всяких разных. Кости находили. Лошадей, коней там и так далее. И тому подобное. Весьма интересное место. Очень древнее. Очень древнее. Большой город древний, Дара. И он находится вот уже на севере Месопотамии. То есть я сейчас нахожусь на Месопотамской земле. И здесь очень много всяких разных интересных вещей. И мозаики вот есть, и стены есть, и цистерны. И всё, что с этим связано. Здесь ещё есть крепость. Крепость тоже она также называется Дара. И эта крепость в Ирано-Византийской войне сыграла очень большую роль. А знакомство мы начали именно вот непосредственно с некрополиса. с вот этих вот всех гробниц, захоронений. Вообще, Дара, античный город, он вот так вот выглядит. То есть здесь вы можете увидеть и что вот цистерны для хранения воды. И у них здесь есть вот тоже гробницы. Некрополь, вот куда мы с вами пришли сейчас. Потом здесь есть стены у этого города тоже сохранились. Ага, мосты. Вот видите, мосты они уже тогда строили. Церковь здесь христианская. А, вот ещё цистерна, которая 2000 тонн воды в себе вмещала. Весьма любопытно. Вот двери, ворота. Это с некрополя знакомство. И я так понимаю, мы сейчас заедем. А, здесь ещё есть плотина. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Друзья, что самое интересное, он поёт не на турецком. То есть вот эта вот долина Месопотамии и вообще вот эти все окрестности. Здесь очень большое идёт смещение всяких разных национальностей и религий. И вообще много здесь кто живёт. И исторически много кто здесь жил. Потому что Месопотамия, это, как всем известно, колыбель человечества. Здесь зарождалось человечество. В общем, турки его не понимают. Они говорят, он на арабском поёт. Следующая наша остановка. Коты здесь. Мяу. Похоже на то, что здесь хранили воду. Да, скорее всего, это водохранилище. Не пускаешь меня? Должен отметить, что такие молодцы они здесь, это всё. Вау. Вот это поворот. Невероятной глубины, во-первых. Во-вторых, масштабы, посмотрите, какие. Ну, конечно, римляне, да. Они не мелочились. И что самое интересное, вы сюда, если приедете, вы здесь нигде не будете платить. Вы просто заходите бесплатно в цистерну. Здесь всё подсвечено, поручни, всё есть. И, в принципе, вы здесь кайфуете. Короче, здесь высота, наверное, около 20 метров. Может быть, даже и больше. И здесь хранилась водичка. Жажда их никогда не мучила. Потому что воды у них было много, но премного. Я вообще, честно говоря, думал, меня вообще тяжело чем-то удивить. Но вот такие вот места. Идём, идём. И тут такие спускаемся под землю. Цистерна гигантская для воды. Вы можете видеть конструктивную особенность этой цистерны. То есть вот здесь много-много колонн. Они сверху вот так вот соединяются мостиком. И вот эти вот колонны непосредственно держат именно потолок. Чтобы здесь ничего это не обрушилось, не обвалилось. Это всё держится за счёт вот этих вот колонн по периметру. И вот этих двух колонн, которые здесь находятся именно по центру. Чтобы вы понимали, вот, к примеру, снизу. Это вот мы с вами спускались вниз. Там эта цистерна находится, гигантское это здание. А здесь снаружи, сверху, кто-то живёт. Чей-то дом с решётками на окнах, с кондиционером. И, в общем, вот так у них прям весело здесь. Видите, они просто взяли на крыше этой цистерны. Самовольные какие-то постройки возвели. И всё. Вот здесь у них несколько цистерн. То есть, это западная цистерна. И потом ещё есть вот здесь тоже какая-то водичка. И нужно отметить, что вот здесь у них несколько мостов. Вообще, что бросается в первую очередь в глаза? Что здесь сейчас какой-то кишлак, какое-то село такое, деревня, деревенечка маленькая, небольшая. А когда-то это была колыбель. То есть, здесь самые развитые цивилизации. И вообще здесь же жизнь зарождалась. Это долина Месопотамии. Очень интересное место здесь. И Вавилон, и тысячи лет назад. Древность. То есть, отсюда всё начиналось. Здесь кипела, бурлила жизнь. Здесь очень много всяких разных движений было. И посмотрите, в каком упадке это сейчас всё находится. Какие-то там коровы у них, петухи кукорекают. И в общем, всё, что с этим связано. Удивительно, как вообще скоротечна жизнь. И как вот это всё меняется вот так вот на глазах. Когда-то здесь у них в древности был кипиш невероятный. А сейчас здесь утопия, затмение. Очень много здесь туристов. А именно из Турции. Турецких туристов. И с погодой нам прям сегодня повезло. Солнце целый день светит. Ни тучки вообще нету, ни облачка. И такая погода классная. Прям можно в кофточке здесь находиться. Середина декабря. А вот здесь мост, пожалуйста. Видите? Это вот они мосты строили. Здесь прям такая серьёзная река текла. Хорошая такая река. И вот здесь вот можно ещё раз убедиться, как они его строили, этот мост. То есть очень любопытно на самом деле. Они насыпали сначала в центр что-то, какую-то землю, грунт, который можно было легко достать. И этот грунт по краешку, по краешку, по краешку с двух краёв это всё обкладывали. И потом самый верхний, самый заключительный камушек вот так вот вставляли вот сюда. И он замыкал. То есть этот мост он сам себя держит за счёт того, что он полукруг этот заклинен сверху. Там вставлен клинушек такой. У него такая форма клина. И этот мост за счёт этого держится. Можно представить, что он на воздухе. На самом деле здесь нет ни грамма металла, ничего такого. И он держится только за счёт силы мысли и за счёт камней. Всё самое интересное. Этот мост может очень большой вес выдержать. Я даже не знаю, сколько тонн, потому что камень, как мы знаем, с вами тонн, он работает на сжатие. И вот здесь таким вот образом один камень сжимает, и нагрузка, один камень давит на другой, и нагрузка, она вот так вот стекает, то есть по краям. Мне сейчас только что сказали, что здесь пользуются у девушек популярностью парни со светлыми волосами. И светлые такие парни со светлой кожей, со светлыми глазами. И, в общем, девушки будут здесь в Турции на меня обращать внимание. Поэтому, блондины, все давайте в Турцию. Ну да, это, наверное, всегда так. Те, кто носит тёмные волосы, они хотят их покрасить в белый. Те, кто носят белые волосы, хотят стать брюнетками, у кого прямые волосы, хотят их там накрутить, закрутить, и так далее, и тому подобное. Как хорошо, что я себя люблю таким, какой я есть, и принимаю себя таким, какой я есть. Следующая наша остановка – Дирулза-Фаран, монастырь. Здесь была обнаружена старая, очень древняя Библия XIII века. Храм Солнца. И трон, патриарший трон есть тоже. Оказывается, в этой части Турции тоже бывает снег. Вот здесь вот 15 лир стоит вход. И на билетике как раз красивая фотография, как этот монастырь выглядит, когда здесь засыпало всё снегом у них. Раз в несколько лет бывает такое, что засыпает здесь всё снегом. И что мы здесь видим? Мы видим здесь монастырь. Как монастырь. В общем, у них здесь колодцы есть даже, оказывается. Я не удивлюсь, что они на самом деле работают. И, скорее всего, монастырь тоже действующий. Очень много, на самом деле, по свету, по миру монастырей, которые действующие, которые работают даже сейчас. Он реально действующий. Здесь люди живут. И смотрите, обратите внимание, здесь есть гестхаус. То есть, я так понимаю, сюда можно приехать какое-то время, здесь прожить, провести в этом монастыре. Видно, что уже отреставрировано здесь большая часть монастыря. А здесь вот, смотрите, друзья, каталка. На ней катали, так я понимаю, папу римского или, в общем, кого-то из них. Да, реально, здесь прям вот христианство и христианство. Ага, а это, наверное, купать, освящать, крестить прихожан. Интересно. Христианский храм, монастырь в Турции. Наглядно все продемонстрировано на коврах. Какое-то помещение подвальное, такое, цокольное. Я, честно говоря, не знаю, что здесь делали. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вентиляция у них, все дела, освещение. Но что здесь делали, неизвестно. О, здесь прям такое все древнее-древнее сохранилось. И вот уже написали здесь. Любопытно то, что в Турции вот в такие вот христианские храмы, чтобы зайти, придется заплатить. Нужно оплачивать ход. Да, все как у нас в церкви. Запах свечек и такая же атмосфера церковная. Друзья, информацию об этом храме вы сможете найти под видео, либо где-то в описании, либо в комментариях. Друзья, оказывается, это Ассирийский монастырь. И в V веке здесь была заложена первая церковь. Потом она перестраивалась. И, в общем, вот так вот она выглядит сейчас. И если перевести дословно, то это будет звучать как шафрановый монастырь. И с 11 по 19 век, почти тысячу лет, это место считалось официальной резиденцией патриарха. А сейчас здесь небольшая диаспора ассирийская. И, в общем, они поддерживают этот монастырь вот в таком вот виде. Практически каждый день меняю номера, номера отелей. И каждый день так любопытно, что же меня ждет. Что же меня ждет. Ну, судя по коридорам, достаточно узкие коридоры, темные. Вот так это все было. Корелевский номер King's Eyes. Включись, да будет свет. Интимная здесь такая обстанучка. 320 или 330 лир стоит этот номер. Типа 5 звезд отель. Да, такой слабенький. Не дотягивает он до 5 звезд, но зато ванная есть. Хотя, какой смысл в ванной, если здесь спа где-то на нижних этажах. И мой вердикт, что отель до 5 звезд не дотягивает. Зато можно погладить. Вообще, цены в этом городе на отели приемлемые. Кстати, вот эти вот штучки, их делают из какого-то специального дерева, из какого-то растения четки. Мне самое главное, что есть вода, есть чайник. Хотя здесь эта вода стоит 2 бутылки, 1 лира. Об этом можно вообще не переживать. Есть диван. Ну, в принципе, нормально. Не могу сказать, что прям супер-присупер. Если учитывать, что этот отель стоит 20 с чем-то долларов, 10 тысяч тенге, то вообще грех жаловаться. Да вообще грех жаловаться. Поэтому, пойду посмотрю, что дальше. Вот такой здесь спортзал. Можно прям позаниматься. И вот здесь первая комната. Там штанги. И здесь кардиозона. И еще дальше там спа, массаж, хамам. Все такое. А здесь, внимание, бассейн, в котором можно купаться наружу, снаружи. Наружный бассейн. И вот рядом с этим бассейном такой красивый комплекс. Он прям на горе стоит. Я сейчас мимо него проезжал. И мне он так понравился. Он так подсвечивается красиво. И прям рядом он здесь находится. А этот отель находится немного с краешку. Поэтому он вам подойдет, если у вас машина есть. Либо какой-то транспорт. Да хотя, в принципе, любому человеку за 300 лир, он кому угодно подойдет. Это меньше 10 тысяч тенге. Субтитры сделал DimaTorzok